Всем доброго времени суток! С вами Екатерина Казанцева с новостями за прошедшую неделю. А я забыла сказать новый сезон. Авиакомпания ЮТЭ запускает акцию для счастливых людей. Они будут продавать билеты с 50% скидкой. Пассажиры получат скидку 50% в том случае, если они не укажут время вылета. Известна заранее только дата. Информацию о рейсе пассажир может получить до полудня за день до вылета. Пока известны маршруты из Москвы в Сочи, Белгород, Ереван, Грозный, Махачкала, Минеральные воды, Сыктывкар, Ульяновск, Уфа, Санкт-Петербург, Казань, Самара. Также тариф будет действовать по маршруту Сочи-Краснодар. Спешите отдыхать, дорогие! В Ульяновской области могут вести выходной для женщин. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил вести один дополнительный выходной для женщин, воспитывающих детей до 18 лет. Это может быть либо 1 июня, День защиты детей, либо 1 сентября, День знаний. Пока это только в планах и когда появится официальный выходной для наших мамочек, пока неизвестно. Комитет гражданских инициатив составил индекс шаурмы по аналогии с индексом Бигмака. Специалисты подсчитали, сколько россиянин из разных регионов страны сможет купить шаурмы в день. Ульяновская область из 85 регионов заняла 49 место. Поэтому среднестатистический ульяновец сможет купить 2,33 шаверм в день. Есть и такие регионы, жители которых могут позволить себе купить и 10 шаверам в день. Среди них Ямало-Ненецкий автономный округ, Хантамантийский автономный округ, а также Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Тюменская область. Москва оказалась на 7 месте, а Санкт-Петербург оказался на 20 строчке рейтинга. Но также есть такие области, где жителям не хватит денег даже на покупку одной шаурмы. Это россияне, живущие в Крыму, в Севастополе, в Кемеровской области, в Республике Дагестан. Ульяновцы готовы нести моду в Казань и другие города по Волжье. Международная неделя моды Волга Fashion Week пройдет в Казани с 22 по 23 апреля. Берриятие ориентировано на популяризацию и продвижение дизайнерской одежды, привлечение экспертов моды, а также на продвижение начинающих дизайнеров со всей России и стран СНГ. Организаторами мероприятия выступают наши ульяновцы. На Казанскую неделю моды подано уже 10 групповых заявок, 5 заявок индивидуальных и 5 заявок на закрытый показ. Больше интересных новостей вы можете найти на нашем сайте мозаика.ру. Это был обзор новостей за прошедшую неделю. С вами была Екатерина Казанцева. До новой встречи, друзья! Я не буду шутить с чужими шутками. Что за... Я не понимаю. Какие шутки? Это там все балабойство. Авторское. Похлопайте. 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 Похлопайте.